Сейчас небольшая установка в учебной лаборатории мало чем похожа на привычный для нас томограф. Да и в будущем она будет отличаться не только размерами, но и принципом работы. Молодые ученые планируют внедрить в разработку свойства электромагнитной волны, то есть ее амплитуду и фазу. Это в свою очередь позволит рассмотреть отклонения излучения, какие не способен увидеть стандартный аппарат. Из-за технических возможностей традиционные томографы не могут различать рядом стоящие, слабо отличающиеся по плотности объекта. В случае же с волновым подходом, если есть граница раздела сред, то это мы будем фиксировать. Благодаря модернизации усовершенствованный томограф позволит получать больше подробной информации об исследуемом объекте. В медицине, например, можно будет отслеживать восстановление внутренних тканей и воздействие лекарственных препаратов на процесс восстановления, а в промышленности провести диагностику композитных изделий. В давнейшем, когда все это будет сделано, будут наложены фильтры, все это будет отфильтровано. Техническая возможность создать устройства, работающие с фазой волн в рентгеновском диапазоне, появилась еще в начале 2000-х. И сейчас над созданием таких томографов работают всего несколько научных коллективов в США, Японии и Европе. В России подобными технологиями никто не занимается, поэтому разработку политехников можно назвать в прямом смысле слова «уникальной». На данном прототипе в принципе в дальнейшем мы планируем привлекать пользователей, кому необходимо провести какие-нибудь исследования их образцов. Они смогут прийти, например, сюда, в лабораторию, сделать сканирование своих объектов и получить информацию о их внутренней структуре. Проект молодых ученых уже получил финансовую поддержку от государства в размере 31 миллиона рублей. Такую же сумму должны инвестировать и промышленные партнеры. Но, как отмечают сами разработчики, аппарат потребует еще немало средств и времени. Завершить работу над устройством в Томском политехническом планируют к концу 2018 года.